Запланированный на второй день дня города турнир по стритболу из-за неприезда гостей из Чернигова реформировали подбаскетбольный турнир. Было организовано три команды – сборная молодежи, смешанная команда БАКС и команда, состоящая из депутатов, мэра, работника из полкома и усиленная экс-депутатом молодежной рады. Неофициальное название – Олани. В первой встрече турнира сразились молодые баскетболисты БАКС и молодежь. Достаточно продолжительное время игра шла на равных. После первого тайма счет был равный 10-10. А в перерыве играющий тренер, правда играл он за другую команду Макаров, успел подсказать еще кое-что своим воспитанникам. Но во второй половине молодежь разыгралась и разгромила БАКС со счетом 37-17. Плюс 15. Вторая игра определяла, каким будет, собственно, и сам турнир. После небольшого перерыва немного подуставшие, но бодрые БАКС встретились с депутатской командой Олани. И здесь опыт депутатов, конечно же, сыграл главную роль. Начали они неспешно, точно разыграя мяч до верного. И хорошо стояли в защите. Настолько хорошо, что счет в первом тайме был 11-0. А дальше дело техники и опыта. Олани победили 32-8. И так перед третьим. Игрой турнира было понятно, что тот, кто побеждает в этой игре, тот и побеждает в турнире. В случае ничейного результата разница мячей была лучше у Олани. Плюс 24. И пока команда готовилась фактически к финалу, наш оператор зашел на соседнюю площадку, где в этот день проходил товарищеский мини-турнир по футболу. Играли Славутич, Новский, Белоруссия, Речета. И кто победил, наверное, не столь важно. Просто три товарищеской игры. И надеемся, что все юные футболисты улучшили свое мастерство в этом международном турнире. А белорусы наверняка запомнят, что это был еще и праздник, день города Славутича. Итак, финал. Олани против молодежи. Опытные Олани не давали молодежи разогнаться и работать на скорости. А сами порой организовали регулярные контратаки. Счет после первого тайма 12-4 в пользу Олани. А дальше все решала физическая подготовка. Понятно, что у молодежи сил было побольше, но Олани тоже это понимали и не очень торопились. А главное, перекрывали контратаки молодежи. А те, в свою очередь, не всегда были точны. А вот дуэт Фомичевых разыгрался. И 3-4 комбинации провели слаженно по-семейному точно. Играет музыка. Играет музыка. В третьей очереди 27-12 победили Олани. Во-первых, спасибо всем, что вы здесь. Мы даже с утра сперечались стритбол или баскетбол. Но набралось на полноценные три команды. Это означает, что баскетбол интересный. Баскетбол играют в Славутича и играют непогано, я вам скажу. Я вам дякую за игру, я вам дякую за эмоции, я вам бажаю взросления выше и выше. Той, кто повяжет свое життя спортом, достигнет наибольших успехов. А всем іншим отримать просто задоволение от этой динамической, классной игры. Витаю всех святом, потому что это настоящие свято. Тут нет победителей или победителей. Кто-то набрал больше очков, кто-то меньше, но все получили задоволение. Я вас витаю и желаю всего наибольшего. Итак, третьими на мини-баскетбольном турнире стала команда «БАКС». На втором молодежь. А победила сборная в составе Сергея Робчевского, Дмитрия Баглаева, Юрия и Георгия Фомичевых, Константина Джалоляна и Александра Макарова. Отличное и красивое окончание в спортивной части дня города.